Солнечный свет Белый луч на самом деле состоит из электромагнитных волн нескольких частот, то есть из лучей всех видимых цветов. В этом легко убедиться, если пропустить его через стеклянную призву. Этот же эффект мы можем наблюдать после дождя, когда лучи Солнца преломляются в капельках воды, не успевших упасть. Так появляется радуга. Запомнить расположение цветов в радуге очень легко. Достаточно выучить поговорку, в которой первая буква каждого слова обозначает соответствующий цвет. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. У меня получилось! Получилось в наилучшем виде! Во-первых, это у меня получилось. Во-вторых, это все вам просто снится. Простите, а вы кто? И почему вы мне снитесь? А, я татский физик Нильс Бор. Вы хотите сделать фейерверк, а я как раз получить Нобелевскую премию за исследование атомных излучений. Коллега, очень приятно. Но при чем здесь фейерверк? Попробуйте докататься. Что бы знать об атоме? Атом состоит из ядра и электронов, которые обращаются вокруг него по орбитам, как планеты вокруг Солнца. А может ли атом стать источником света? Конечно, может. Когда атом получает дополнительную энергию, часть ее получает электрон и перепрыгивает на более высокую орбиту. Но продержаться ему там удается совсем недолго. Через несколько мгновений электрон возвращается обратно, а лишнюю энергию отдает в виде электромагнитной волны. Все верно. А какого цвета будет волна, которую излетят электроны? Это зависит от вещества. Ведь у атомов разных веществ электроны находятся на разных орбитах. И... А-а-а! Ну, конечно же! Я понял! Великий датский ученый Нильс Бор получил Нобелевскую премию по физике в 1922 году за исследование связей между структурой атома и его излучением.